МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Я честно себя веду, я не обманываю, а если вы обманете, то я приду за вашей головой". Сталину это, конечно, не понравилось, он поморщился и сказал, что давайте постараемся, чтобы наши головы остались на наших плечах, потому что эти наши головы, ваша нужна японскому народу, а моя нашему народу". Возможно, несколько лет спустя Муцуоко вспоминал этот разговор, находясь в одиночной камере в тюрьме Сугамо. И готовясь расстаться со своей головой после вынесения смертного приговора на токийском процессе. Подписывая пакт о нейтралитете с СССР, бывший министр иностранных дел Японии, может быть, и догадывался о планах фашистской Германии напасть на нашу страну, но показательно демонстрировал Сталину дружеское расположение. «Сталину очень важно было показать немцам, потому что это уже вот-вот накануне войны было, что с японцами удалось договориться. Конечно, потом выяснилось, что это якобы удалось договориться. И был такой беспрецедентный совершенно случай, когда Сталин, уже попрощавшись в Кремле с Муцуоко, после подписания пакта о нейтралитете и банкеты, вдруг оказался на Ярославском вокзале, к удивлению всех присутствующих. Оказался он там не случайно, потому что среди провожавших был посол Германии в Советском Союзе. И Сталин демонстративно обнимался с Муцуоко, громко говорил, что вы азиат и я азиат, если мы будем вместе, все проблемы Азии будут разрешены. На что Муцуоко отвечал, что проблемы всего мира будут разрешены, если мы будем вместе. Но уже летом 1941 года Япония начинает подготовку к возможной агрессии против Советского Союза.